На связи у нас журналист радио «Свобода» Антон Наумлюк на скайпе, который тоже находится в курсе каких-то нюансов этой истории. Сириам Олегов, Антон. Здравствуйте. Антон, ты написал одним из первых постов, в котором содержалась дополнительная информация по освобождению умерого Ичаегоза. Ты написал, что они освобождены, помилованы секретным указом президента России. Но, может ли быть, просто поясни, пожалуйста, что это секретные указы, откуда тебе эта информация может быть известна, и возможно ли помилование без прошения. Так как мы знаем, что прошения о помиловании Путину не писали ни тот, ни другой. Ну, действительно, никто не писал, насколько я понимаю, и с информацией от адвокатов прошения о помиловании. Но есть некоторое решение с каким-то гуманитарным подтекстом за подписью президента об освобождении. Назвать это помилованием в рамках процессуальных каких-то моментов, наверное, можно. Другое дело, что для этого нужно было, чтобы приговор вступил в силу. И здесь уже, я думаю, что вы обсуждали вопрос о отзыве апелляционных жалоб, которые написали и тот, и другой. Такая информация появилась с самого начала о том, что апелляционные жалобы из-за отзыва их могут помиловать. Ну и, в общем-то, все это реализовалось так, как реализовалось. Каких-то процессуальных подробностей, ну, наверное, стоит ждать от адвокатов. Ну и коллеги, которые обращались за комментарием в администрацию президента, тоже сейчас, я так думаю, готовят публикацию. Известна ли тебе сейчас какая-то еще дополнительная информация, кроме того, что ты написал в своем фейсбуке? Ну, я, в общем-то, отслеживаю ситуацию так же, как и все со стороны адвоката, которые участвовали в переговорных процессах. И другие фигуранты, в общем-то, переговорных процессов, они, наверное, знают больше. На данный момент все, что известно, то, что их ждут в Киеве, в Анкаре они приземлились. Я так понимаю, что к ним не допустили представителей крымско-татарской диаспоры. Ну и, соответственно, журналистов, которые в какой-то степени уже были в курсе в Турции. Ну, больше, наверное, ничего. Я хочу спросить то, что, наверное, ты больше других знаешь. Дело в том, что я поясню аудитории, если кто-то не знает, Антон Наумлюк, это журналист, который, не знаю, более половины, наверное, своего времени находится в оккупированном Крыму. Он побывал практически во всех семьях политзаключенных крымских татар. Недавно в Киеве он выставку большую детей, которые остались без родителей осужденных крымских татар, открыл. Я хочу посетить ее, кстати, в Крымском доме. Но я к тому, что ты знаешь так эмоциональную сторону этого дела. Какие ты чувства испытываешь по этому поводу? И как ты думаешь, с каким чувством восприняли это родственники политзаключенных? И Ахтема Чайгоза, и Эльми Умерова, и других? Ну, сегодня я вот фактически до сих пор только что пришел, находился в Верховном суде Крыма, где проходил целый ряд апелляций на аресты фигурантов делу Хизбут-Тахрир. И видел, наблюдал, в общем-то, какую реакцию новость вызвала у родных, которые собрались, у суда. Ну, во-первых, это огромная радость о том, что хоть кто-то избежал участи, которые подвергаются здесь десятке людей. А во-вторых, это, естественно, второй вопрос, что будет с нашими родными. Этот вопрос звучал сегодня буквально десятки раз от всех родных, которые собрались у Верховного суда. Ну, и понятно, что радость от освобождения людей, которые избежали российской тюрьмы, она смешивается вот с такой тревогой за судьбу своих заключенных. Которые получают какие-то огромные, неимоверные сроки. И родные очень опасаются, что вот в рамках этих переговорных процессов про десятки крымских татар, которые идут по делам, которые Россия считает своими, то есть юристическим делам, они будут забыты, и о них никто не вспомнит. Вот это опасение, конечно, я слышал. Что касается семьи Умервы, я думаю, что они, во-первых, сами могут рассказать об этом. Ну, и понятно, что, опять же, радость от освобождения смешивается с тревогой, что он уже не сможет попасть в Крым, во всяком случае, при нынешней власти. И, ну, фактически он будет отлучен от Крыма, так же, как и отлучены другие лидеры крымско-татарского движения, которые теперь сюда не допускаются российскими властями. Спасибо большое, Антон Наумлюк был у нас в эфире, журналист радио «Связь».